Молодежи рассказали о доступном жилье. Сегодня в Карагандинском государственном техническом университете состоялся круглый стол с участием студентов и представителей управления строительства, а также специалистов жилстрой Сбербанка. Студентам подробно рассказали о программе, способной решить жилищные вопросы. Доступное жилье 2020. Отметим, что инициаторами проведения круглого стола стали сами учащиеся вуза. Студенты считают, что молодежь недостаточно знает о государственных программах. Репортаж Эйды Ибраевой. Студентов, желающих подробнее узнать обо всех нюансах, связанных с приобретением жилья по программе «Доступное жилье 2020» в Карагандинске оказалось немало. Около 150 человек Института экономики внимательно выслушали докладчиков. Затронутые ими темы касались проблемы перспектив государственной программы. Основные направления программ – жилищное строительство в рамках программ в Карагандинской области, анализ фактического исполнения – вот одни из главных вопросов, которые важны для сегодняшней молодежи. Однако многие не знают даже о существовании таких программ, считают студенты. Как можно чаще информировать в средствах массовой информации, то есть по телевидению, как можно чаще, не только так, что открещиваться, что вся информация есть на сайте, зайдите и прочитайте. Прочитать можно, но понять то, что там написано, ну, многие не смогут просто. Поэтому нужно вот так вот доступным языком, как сегодня, все рассказывать. Известно, что программа «Доступное жилье» развивается в восьми направлениях, одним из которых является поддержка молодых семей. По вопросу о строительстве объектов для них, подробную информацию предоставила заместитель начальника управления строительства Карагандинской области Ольга Чернявская. В текущем году началось строительство двух домов по улице Белинского, Кузимбаева, Бирюзова. Также 24-квартирный дом в городе Сарани начался. Ввод будет в следующем году. На следующий год планируется ввести для молодых семей 233 квадратных метров жилья. И с последующим ежегодно 220 в 2014 году и до 2020 года по 320 тысяч квадратных метров, ой, я извиняюсь, по 320 квартир для молодых семей. На строящееся жилье молодые семьи могут претендовать при соответствии условиям программы «Доступное жилье-2020». Как известно, реализация программы осуществляется через Жилстрой Сбербанк, где действует определенная система принятия заявления. Для молодых семей в аренду с последующим выкупом на момент подачи заявления молодой семьи не должно быть не более 29 лет. Период зарегистрированного брака не менее двух лет. В течение пяти лет не должно быть жилья на праве собственности. Ну и прописка получается, прописан должен быть клиент именно в этом населенном пункте, где подается заявление. Если же семья подходит по всем критериям и готова принять участие в приобретении жилья по программе «Доступное жилье-2020», то... С момента подачи заявления, когда клиент придет в банк, он должен подтвердить свою платежеспособность. Затем, проживая в этой квартире в течение 8 лет, он должен копить, откладывая ежемесячно, за 8 лет он должен накопить 50% от стоимости арендной квартиры. Через 8 лет он эту квартиру может оформить кредит по 4% или же выкупить. Арендная плата составляет 0 тенге. И кроме накоплений ему еще нужно будет оплачивать коммунальные услуги. Круглый стол организован студентами КРГТУ при поддержке студенческой профсоюзной организации ЖАСОРДА. А по мнению организаторов, подобные мероприятия необходимы для информированности молодежи, чтобы они знали, что государство создает все условия. Как вы знаете, прошел недавно второй съезд молодежного крыла ЖАСОРДА, где выступил наш президент Руслутан Абишевич Назарбаев, которому четко сказал, что молодежи необходимо жилье, в частности, доступное жилье. Многие молодежи не знают о этой программе, поэтому, мне кажется, данная конференция была... актуальна, так как мы постарались по максимуму донести до молодежи всю сущность данной программы. Аида Ибраева, Бауржан Алипов, Евгений Афанасьев, Первый Караганинский.